Всем привет! Сегодня я решила снять видео про то, сколько стоит один день в Москве. Мы живем в Подмосковье, поэтому первым делом доезжаем до Москвы и потом идем сразу кушать. На пути нам попалась лавка братьев Караваевых. И пришли перекусить. Да, пришли перекусить в лавку братьев Караваевых. Место достаточно уютное, еда вся по граммам. Очень большой выбор что соленых, что сладких блюд. Еду брали на двоих взрослых человек. Все вышло на 1700 рублей. Это все вышло на 1700 рублей. Такая цена за 2 кофе 0,4. Салат оливье, селедку под шубой, плов и круассант с моцареллой. Мне очень понравилось, было вкусно. Не считаю, дороговато, но вкусно. А тебе как? Если бы не вот эти вот руби, тогда было бы хорошо. А так, сейчас твердая четвердая. Мы покушали, к нам пришли друзья. Это Семен, мой друг. Это Нинат, мой друг. Мы дружим. Сейчас пойдем в термаленд. Греть жопы. Термаленд это спа-центр, в который входит огромный бассейн, джакузи, арома, сауны и бани. Ребята здесь были первый раз, но мы сюда ходим в целом относительно постоянно. Мне очень нравится это место по соотношению цена и качества. В последнее время цены немножко поднялись. И сейчас время провождения в спа-центре в выходные на 2 часа 1900 рублей с человека. Будет ничуть дешевле 1650. Новая плавательная команда России с вами. Команда А. Сейчас мы посмотрим, кто первый доберется до финиша за 5000. Ногами работай, работай! Ногами работай, ногами работай! Если я телефону топлю, ничего страшного. Все в порядке, я топлю ногу. Хорошо. Это я после 10 минут в арома сауне. Ой! В комплексе несколько зон. Самое главное, вот этот огромный бассейн. Также рядышком, левее от него, есть джакузи. И бассейн размером поменьше. Еще есть зона отдыха. Тут стоят лежаки и пальмы. Также есть бассейн на улице, но я его, к сожалению, не сняла. Он появился буквально недавно. И также в этом спа-комплексе есть русская парная, арома-сауна. И чуть-чуть подальше, вон там, хамам. Очень расслабляет. Я прям обожаю такое времяпровождение. А ты? Сия. Все, мы окупались. Как тебе эмоции? Вот это настоящий отдых. Всем отдыха-модых. Потом мы проголодались и пошли искать, где можно поесть. После термалэнда мы приехали в сыроварню покушать. Настя взяла... Что ты взяла? Семен взял салат, как у меня, с авокадо, с торчителлой и помидорками. А у Игната... Палку. Палку с картошкой. Так, я взяла еще шанс Себастьян. А у Насти... Выглядит очень красиво. Зачем молоко, ребят? Это самый дешевый бесплатный торт, который может быть. Вкусно? У нашего друга Семена был день рождения буквально пару дней назад, поэтому мы еще наговорили тостов, и нам принесли бесплатный десерт, подарочный птичье молоко. Пару слов, пару слов. Пару слов сюда-сюда сделай, да. Нос большой. Пару слов, пару слов. Главное, чтобы люди были... Я бесплатно ем. Кстати, да, в честь дня рождения Семен за нас всех заплатил. Сумма за весь стол вышла в 9000 рублей. Плюс мы оставили 500 рублей чаевых официанту. Короче, друзья, мы вышли из ресторана Главарния. Мы очень вкусно покушали. Вера выбила скидку для Семена, а точнее тортик для Семена. Его поздравили с днем рождения. Так вот, короче, его поздравили с днем рождения. Потом еще сделали комплименты к этой сладкую воду. Но это секрет. Никого не говорите. Что еще я рассказать? Мы классно покушали, поболтали. Вот, ребята рассказали свои тосты. Я тоже сказала свой тост, который почему-то забыла сказать на днем рождения Семенов. Вот, и сейчас мы, устаршие, направляемся домой. Ура! Это все, с этого часа. Да, было очень вкусно. Глотистый. Игнат, ты что думаешь? Смотри, какова красота. Там горит. Где, где? Ёлка новогодняя. О-о-о-о! После такого насыщенного дня мы очень устали и поехали домой. По дороге домой зашли еще в КБ. Купила впервые в жизни натуральные чипсы. Стоили всего лишь 54 рубля на вкус норм. И еще купили вот таких мармеладок-кислячков. Две упаковки вышли на 184 рубля. Получается, за целый день мы потратили 9500 рублей. Итоговая сумма посчитана из всех трат на 2 человека. Всем спасибо за просмотр. Я буду очень ждать ваших комментариев.